Книга «Открытым оком». Тема РПЦ. Том 9. Вопрос 2250. Разве не было умных людей в зарубежной церкви, чтобы прокомментировать их архиереям и их действия? Так сказать, озвучить, что они творят. А что и чуть припорошено? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Были и есть такие люди. Мне нравятся статьи братьев Алферовых, из которых Дионисий стал и епископом. Я с ними переписывался, но потом они перестали мне отвечать почему-то. Видно, что скорбят они о разделении, но уперлись в белое движение. Для них это как бы апостольские книги. И туда зовут в революционную монархию. Рожденные свыше люди никогда на такое не размениваются. Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы из племени царского с десятью человеками. И поразил Годолию. И он умер. И иудеев, и халдеев, которые были с ним в массиве. Цитата. Об итоговых документах Архиерейского собора РПЦ за границей под руководством новоизбранного митрополита Лавра. Кавычки открываются. Документы эти, хотя и признаны невыражающими мнение всей нашей церкви, тем не менее не аннулированы. Далее в документе высказывается уже прямая ложь. «Комиссия по единству русской церкви не мыслилась с нами как комиссия по единству с московской патриархией, а как поднимающая вопросы дробления русской церкви на множество частей сект, и о том, как этот процесс остановить и обратить вспять». На самом деле предложение создать такую комиссию было вынесено в докладе епископа Евтихия. Тоже ни полслова не было ни о каких сектах, а шла речь только о московской патриархии, об итогах ее собора, о путях к соединению с нею, о стоящихся препятствиях к этому. В самом решении о создании этой комиссии также не говорится о сектах. Но как бы то ни было, именно это решение «Искать единство» привело, по признанию авторов документа, к прямо противоположному результату, что в первую очередь подтверждает ложность высказанных мотивов создания комиссии. «Невозможно наблюдать равнодушно за тем, как в наши дни плодятся группы безрассудных людей, именующих себя православными, а на деле упорствующих в заблуждениях». Тут тоже неправда. Смотрят на это как раз довольно равнодушно. От епископа Евтихия вся российское паство его за прошедший год наслушалось присказки «Не нравится? Уходите». Предотвратить раскол можно было бы только искренним покаянием и послушанием твердому голосу законного первоиерарха. Но предпочли лукавство. И далее говорится «Истинная церковь только одна, и некуда бежать, вокруг зияет только пропасть ада». Поэтому следует всеми силами избегать соблазна непогрешимости собственного мнения. «Ведь потянувшись за буквой закона, мы часто рискуем соскользнуть с твердой почвы». Вот единственное, безупречно верное место документа, если только под местоимением «мы» понимать именно авторов этих строк, а не так, как они подразумевали своих читателей. Именно сами поддались соблазну непогрешимости собственного мнения. Никакой критики, даже доброй, не приняли, затем потянулись за буквой закона. В итоге сами выбежали за пределы истинной церкви в ту область, которую прекрасно себе представляют. И зовут туда же российских безумцев, которые имеют им последовать. Наконец, скажем и об ответном послании к иерархам Московской Патриархии. Главный его итог – принятие предложения о введении переговоров по воссоединению. Вспоминаются два разделяющих еще пункта – об экуменизме и сергианстве. Но они видятся вполне преодолимыми путем переговоров. Речь идет о том, чтобы просто переоценить свои решения достаточно далекого прошлого. Патриарху Алексию предлагают фактически осудить грехи патриарха Сергия. И все. А то, что сергианством пропитана вся политика Московской Патриархии, можно сказать, до нитки. И что здесь требуется не пересмотр истории, а изменение всей жизни, об этом ничего не говорится. Что же касается экуменизма, то патриархия легко докажет, что она в нем уже не участвует. Что ее представители во Всемирном Совете Церквей – это только наблюдатели. Короче говоря, компромиссный совместный документ для обмана паствы, как зарубежной, так и патриархийной, подготовить совсем несложно. Обе стороны с равным усердием этого хотят, так что можно считать дело в клобуке. Священник Тимофей Алферов Нисколько не завидую младенцам, ни отрокам, ни юношам, ни зрелым, им не дожить до наших скудных пенсий, их не дождутся из колчана стрелы. Свой путь тянул, как мог и не кривил, до донышка испита влага жизни, а им, изнеженным, подай Иисусе сил, быть патриотами обещанной отчизны. Не позавидуешь, грядет Армагеддон, семь ангелов, наполненные чаши, и вместо храма демоном притон, покажутся тогда святыми храмы наши. Резвятся дети, то вверх, то вниз качели, гоняют мяч, которому не больно, в осаде матери детей варили, ели, слезой осаливая, необычной солью. Нет, не завидую их будущей судьбе, она проносится у нас перед глазами, я отойду, а им всю жизнь скорбеть, по прореченному в божественном писании. Им, молодым, наш опыт ни к чему, они нас сходы прочь пренебрегают, по прихоти своей, незрелому уму, нам вслед они плюют и обрыгают. Что кроме стона, муки сожаления в нас может вызвать блудная толпа? Не через одного, но каждый будет пленник, наследники позорного столба. Что мы настроили, сумели сохранить, они пропьют, проблудят, растранжирят, костер устроят из священных книг, растиражируют о мире во всем мире. Кому завидовать? Успеть бы помереть, с оборванием собранное срочно узаконить. Конь бледный скачет, поспешает смерть, не обойдут и остальные кони. 26 июня 2004 год. Игнатий Лапкин.